Друзья, данное видео снято в развлекательных целях, поэтому не относитесь к нему слишком серьезно. А если вам понравится подобный трэш, мы будем рады, если вы сообщите об этом в комментариях. Дорогие друзья, а мы с моим ревелитологом продолжаем тренировочные приключения. Сегодня моя очередь отрываться. Но мы решили так, сейчас человек покажет нам какое-нибудь реабилитационное упражнение. Да, легкое реабилитационное упражнение на врачебную манжету, для того, чтобы не травмироваться, хорошо погреться и быть лучшим. Про что снимаем? Ну, не знаю. Ну, давай, например, покажу, как плечо разогреть. Например. Например, хотя бы, да? Да. Для этого давайте сделаем это все линейно, красиво, качественно, без компенсации, как в реабилитации, да? Возьмем кроссовер, оттянемся немножечко вперед. Вот, допустим, у нас в реабилитации очень важна линейность игрового. Первое дело, нужно выстроить руку прямо, то есть, да, четко. Как мы это сделаем? Ухо, плечо, локоть и вертел бедренной кости. Все. Все должно быть на одной линии. Лопаточки вы. Громче. Плечи мы не затираем куху, да, плечи вниз, лопатки вниз, слегка, чуть кзади, да, скорее всего, человек почти всегда сутулый. Ну, почти всегда. А, ноги также очень важны во всем этом деле. А, стопы параллельно ставим. Ориентир того, что стопа... Ну, ладно, все, хорошо, они разберутся, мы сегодня не нудим, так что вообще расслабься. Вот так делаем. Да, вот и все, и пойдет. Вот так делаем. Все. Главное, так не делай. Делай так. Вот ты нам скажи, вот зрителям, что интересно, мы же качочки обычные, большая часть. Вот скажи, если, допустим, вот ты тренер по реабилитации, да, там кто-то занимается реабилитацией, как-то вот именно тренировки реабилитации, они как-то вот визуально это похоже на качка, там, спортивного человека, или это просто можно вообще визуально не отследить никак? Тренировки по реабилитации это скучные тренировки, которые не похожи на тренировки качка вообще. И человек, который когда-то побывал в зале, да, или был в спорте высоких достижений, конечно же, не оценивает, да, реабилитационные какие-то упражнения. Он считает, что это все какая-то фигня. Просто по той причине, что мышечную массу, да, ну, не нарастает же она? Как-то по-особенному, как мы ждем. Как мы ждем, по-особенному нет, да. Но смотрите, тут дело же такое, что мы в зал ходим, да, для того, чтобы тренировать основные группы мышц. Вот, ну, например, который видно, да, для красоты. Давайте не будем врать, что мы ходим в зал, наверное, для красоты все, да, чтобы повыебываться перед девочками, да. И девочки перед мальчиками, вот. Но если уже касается здоровья что-то, то в реабилитации больше работаем, мы работаем с мышцами внутренними. Друзья, нет у нас времени болтать по-научному. Я забрал по этому вот инициативу в свои руки. Короче, ничего не объясняем. Кому интересно, почему мы строим тренировку так или иначе, это отдельный выпуск снимем. Сейчас будем после... Как это упражнение обозвать? Ротация на манжету плечевого сустава. После ротации на манжету плечевого сустава я уже беру все в свои руки. Короче, мы идем по моему принципу тренировки. Разогреваться мы будем так. Сегодня многоповторка цель сделать грудь, но я в свое время очень сильно чувствовал плечи. И вообще, я считаю, надо постоянно разогревать плечи. Поэтому мы начнем очень неспецифично. Я считаю, очень хорошо можно погреться маленьким весом в пулловере. Поэтому мы сейчас будем делать пулловер, а потом будем делать еще и махи-гантелями перед собой. Только потом перейдем на жим лежа, будем делать жим лежа правильно, сведем на лопатки. Но тоже намного повторно. Продолжение следует... Вы когда маленькие были, кем хотели вообще стать? Я хотел стать президентом и богом. Это очень странно, но вот так я отвечал. А я хотел стать космонавтом. А в итоге стал крутеньким. Спасибо. Достаточно? Да. Вот. Как ощущения? Хорошие, очень классные. Мурашки по всем делу бегут. Ну, отлично. Обожаю тренироваться. Сейчас и скоро пойдем тренироваться. Наверное, многие люди, которые меня знают вообще, да, которые раньше... Короче, вот у Анатолия вот эта вот тема. Смотрите, ребята. Сейчас он правда разминается. Он, в принципе, уже знает. Нет, ты делай, делай. Как делал? Нет, я не. Вот, делай. Вот. Видите, вот этот передний пучок, он выдавливается вперед, лопатки он расслабил. Это вот как раз как я не люблю делать. Я предпочитаю жать всегда, соответственно, со сведенными лопатками. Сейчас покажу. Ну, наверное, что лопатки сводились постоянно? Надо их, наверное, нормально покренивать, чтобы они сводились. Ну, это да. Это да. В основном, видишь, у меня я пытаюсь. Я все не знаю. Я пытаюсь. Добавить вес, делать больше и, наверное, идти в станок, потому что, честно говоря, психологически устал я в штанге. Вот, и сейчас я делаю много повторков в станках, на самом деле, последние вот пару месяцев. И так как с пауэрлифтингом что-то психологически надоело, вот я думаю, что буду качаться как качок. Сейчас Андрей Шокин меня проконсультирует, поможет. Смотрите об этом видео, кстати. Вот он, кстати. Да, он у нас здесь. Мы его снимаем. Стихоря. Так что, пускай это будет, я это называю, это домашний бодибилдинг. Домашний бодибилдинг. Так вот. Да, домашний бодибилдинг, это когда берешь, ну, три-полторушки пива жигулевского, раки, креветочки. Вот. И сидишь, смотришь телек и пьешь. Все. Пожалуйста. Так, ну, в общем, ну, проблему выявили такую, что лопатки у меня постоянно разъезжаются. Сергей Олегович, скажите, пожалуйста, подводку, подводку какую мне делать в итоге? Подводку обычно берут картошку и селедку. А что это аппарат? Ну, это, скажите, это Хаммер. Так, Хаммер, Хаммерт машина вообще-то. Ну, да. Ну, вообще это там типа, ну, какой-то, что-то еще, но в народе называют Хаммерт. Потому что первая фирма, которая выпускала эти станки, она была, Хаммерт назывался. Я еще успел позаниматься, по-моему, Константин Николаев. Константин Николаев в Самаре тогда первый открыл спортивный клуб, он так и назывался Хаммерт. Вот. Значит, это было очень давно, мне было 16 лет тогда. Вот. Значит, что здесь суть какая-то? Здесь будет лайфхак. Ну, так, допустим, спинку. Угу. По сути, это чем-то напоминает жим гантелей. Но так как мы сегодня договорились, что мы максимально себя бережем, либо не позже, а при реабилитологе делать всякий, как это сказать, лифтерский трэфчик. Ну, можно, можно. Поэтому, ну, вот так вот. Ну, что это нам даст? Нам даст отсутствие потребности к стабилизации, поэтому мы можем работать. Хачкай всем везет. Чисто генетика, блин. Он просто родился. Ему двали два метана. И булку хлеба. В 14, пожалуй, 88. Пятьсот, пятьдесят, тридцать. Ой, я не повторю его. Я не умею так научиться. А куда деваться? Ну ладно, сколько накинул? Ну, короче, я не считаю. Я просто накидываю, пока не станет тяжело. Это странно. Ну, короче, в тренажерах так. На самом деле это связано просто с тем, что я в разных, ну и все, наверное, да, в разных клубах, если вы особенно занимаетесь, где-то двадцатку накинул тяжело, а где-то вот ты просто до бесконечности прибавляешь там эти плитки или блины, а там все легко. Тут же тоже рычаг. Это же не я сильный. Это же просто рычаг. Ага. Я сильный. Более, вот это не очень сильный. У меня вот это вообще, типа... Че с лопатками там? Надо сбавить. Че с лопатками? С лопатками должны сводиться. А что, не сводились? Не знаю, я просто спросил. Ну, по идее, должны сводиться. Ну, все. Ну, попробуй пожать, что-то один раз хотя бы. Ну, это тяжело, как я. Ну, че, вот это вот моя манера съемки. Это закос подсарчиво. Потому что, мне кажется, у него вот это очень часто... Мне плохо. Идет охрана. Можете, пожалуйста, выкинуть. Выкинуть этого человека, этого уберите. Слишком близко снимаю. Да. Можно у меня другого оператора. Можно у меня другого карбюратора. Да. Так, это что за... Ну, правильно, зачем тебе мобильный? Что за цикла подряд? Это не мобильный, это айфон. Это айфон. Точно. Мобильный кривон. У кого-то... Фу. Сейчас, сейчас. Приклеили. Это так. Так и качаемся. Я не качаю. Качаю я порнуху. Так и качаемся. Так и качаемся. Так и качаемся. Это нормально. А не поезжай, а не поезжай. Это плохо. Так и качаемся. Проще. Проще. Реально проще. Реально проще. Кто с нами согласен? Пишите комментарии. И употребление... Как там говорит Сергей Олегович? Ну, он, конечно, против. Вообще. Запрещенных УК и РФ веществ. Да, да. Он вообще против. Но раз в 4 месяца нормально. Не я это сказал. Нет, нет, нет. Стоп. Только в тех странах, где это регализовано. Да. Да. Вообще мы можем говорить все что угодно, потому что... Тут все можно. Да. Итак, Сергей. Не знаю, что делает. Что делают? Какие-то гастели, что-то еще снимают. Но я решил снять вот то, что... То, что модный стиль, популярный, молодежный. Тренажер. Очень удобный тренажер. У меня это растет. Не надо травмировать. Не надо не одну газу. Не надо даже здесь особо как-то там сводить лопатку. Как-то придут. Мы садимся. И делаем просто тегера повторения. Пока не забьется. И все, в принципе. Еще сделаем потом разверточку бабочек. Пойдем к Ваню. Ну я точно пойду к Ваню. Пойдем к Ваню. Нет. Вот трусики не взял. Ну ладно. Я тебя на сегодня тут прощу. У тебя нет? Ну ладно. У меня есть. Я ты могу одолжить. Нет. Ты не. А я только такие нашел. Ну нормально. Я ждал хожу. Все таки. Все. Очень красиво как всегда. Очень красиво получается. Красивые люди. Красивые тренировки. Красивые мужцули. Да. Пойдет. На самом деле, мне кажется, если у вас там какие-то гипер задачи не стоит, то у меня такое ощущение, что можно заменять гантели. Потому что особенно новички. Вот люди. Анатолий. Вот сколько занимаешься вот именно качаться так вот усиленно с весом качалки. Месяц. Ну месяц. Вот человек возвращается. Все равно стабилизаторы вот эти вот там может слабо. Еще что-то. Новые упражнения. Поэтому я не фанат. Не то, что я против гантелей. Короче. Вот поправь меня как реабилитолог. Я поправлю сейчас и психолог. И как психолог, да. Можно. Самое главное, не важно, что слабо у тебя стабилизаторы, не стабилизаторы, амортизаторы в своем организме. Это не важно. Самое главное, чтобы не был слаб характер, да. И на мотивацию далеко не уедешь. Вот туда дисциплина. Вот. И член стоял. Обязательно. Чтобы в гену побольше было. Да. Что говорил? Я говорил про то, что не нужны вам эти гантели, если речь о весах больше, на мой взгляд, это субъективное мое мнение как тренирующегося человека, если у вас уже вес на гантелях больше 20 килограмм. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Ха-ха-ха-ха. Дорогие друзья, спасибо вам за лайки и внимание. Если вам нравится наблюдать абсурдные диалоги и наш странный юмор, то обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайки и напишите комментарий. И если вам нравится, то этим visual не будет. Приятного аппетита.